Старт, но определить время, когда этот общественный процесс начался, практически невозможно. Может быть дискуссия, когда отчитывать начало этого процесса, с такого года или с такого, с такой года или с такого. В отличие от этого, начало общественного контроля за тюрьмой в нашей стране имеет совершенно конкретную дату. Это было 18 июля 1819 года, когда была создана общественно-государственная организация, получившее название «Попечительская тюрьма общества». Создание этой организации присутствовалось в следующие события. В конце, во второй половине 18 века в Англии рода это три человека. Одного звали Джон Говард, другого звали Джон Гэдинг, третий – младший брат Джона Гэдинга, Вальтер Гейдинг. Они в начале 19 века, будучи очень молодыми людьми, в основном юристами, увлеклись проблемой содержания заключенных в Англии, увидели огромное количество нарушений, о которых гражданскому обществу Англии практически не было ничего известно. И они тогда создают «Попечительская тюрьма общества в Англии», которое было казалось под патронажем королевской семьи. Потом Джон Говард, который был идиологом всей этой работы, приезжает в Россию, пытается заниматься российскими тюрьмами. Это все происходит очень неудачно, потому что Крыму во время инспекции российских тюрьм, он заражается, типа, и оттит умирает. Но младший брат, младший Вальтер Гейдинг, он приезжает в Англию и получает разрешение от министра образования тогдашнего, князя Александра Николаевича Голицына, на то, чтобы посетить тюрьмы. И по результату пресечения тюрьма он составляет доклад, который попадает на руки императора Александра Первого. Доклад был довольно-таки большой, я тут цитирую из него две цитаты. «Нужные места, не чистившиеся несколько лес, так заразили воздух, но нужные места имеются в туалетах, что почти невозможно было сносить злобой. Все места солдаты водили мужчин и женщин одновременно, без всякого разбора или благопрестойности. Камеры было темно, грязно и полный был до сих пор, как был сделан. Сидело в одной комнате 200 человек и вместе с величайшим, например, преступником, окованным железом, несчастный мальчик за потерю паспорта». А вот еще одна цитата. «Невозможно без упрощения даже и помыслить о скверном следствии таких непристойных учреждений. Здоровье и нравственность. Даже таких людей здесь, как ни кратко, будет время заточения». Ну и этот доклад произвел очень сильное впечатление и на Александра Николаевича Голицына, и на императора Александра. И было принято решение о создании структуры, как называлось «Петлическое фирму общества». Первым председателем этой структуры стал сам Голицын. И структура была создана в Санкт-Петербурге. Потом аналогичная организация, дочерняя, как я говорю, была создана в Москве. Она имела... Там сложная была довольно-таки система управления. И, если говорить кратко, были директора. Часть директоров назначалась императором. Часть выбиралась жительами той территории, где действовало это общество. Часть назначалась президентом. Директоров было 20 до 30 человек. Каждый из них занимался каким-то своим направлением деятельности. Кто-то питанием, кто-то медициной, кто-то проблемой переводом. И, кроме этого, были члены. Члены все делились на три категории. Были пожизненные почетные члены. Это люди, которые внесли членство. То есть было, условно, начленство в Москве. И статус члена зависит, сколько денег он внес. Если этот пожизненный почетный член, это внесение более тысячи рублей золотом или ассигнацией. Вы знаете, что в это время было два курса рубля. Было золотом или ассигнацией. Если просто почетный член, непожизненный почетный член, это 500 рублей. И, наконец, если это прообычный член, это 10 рублей. Но при этом такой взнос должен был уплачиваться один раз в три года. Ну и потихонечку отпочковывается от политического общества еще одна структура, которая называется Дамский благотворительный прописательский комитет. Он создаётся в седине 20-х годов. Ну и к концу 19-го века политическое тюрьмное общество, оно практически существовало уже во всех наших городах, где существовали тюремные замки. Тюремных замков тогда было намного... Если можно звук, друзья, давайте победим. Это зло цивилизации, ладно? Квапывающие и работающие в звуковом режиме оборудование. Практически во всех городах, где существовали тюрьмы, существовали свои подразделения победительского тюрьмного общества. Ну, как вы знаете, в 1917 году была революция, все учреждения царской России были ликвидированы, не было сделано исключения и для этой общественно-государственной организации, тем более, что она существовала под патронажем самого императора, он считался почётным покровителем этой организации, хотя сам в неё не входил, сам в ней не состоял. Ну, надо сказать, что практически все достижения российских тюрьмных деятелей 19-го, начала 20-го века, они все были связаны с деятельностью победительского тюрьмного общества. Ну, я вкратце вам их перечислю. Отмена телесных... Друзья, ещё раз, победите, пожалуйста, свои телефоны. Сделайте их своими друзьями. Спасибо. Отмена телесных наказаний. Раздельное содержание мужчин и женщин. Раздельное содержание взрослых и несовершеннолетних. Поднятие возраст уголовной ответственности от 7 до 11 лет. Раздельное содержание специальных воспитательных и справедливых заведений для несовершеннолетних, куда помещались несовершеннолетние в возрасте от 11 до 21 года. В возрасте совершеннолетия в Царской России в 21 год. Раздельное содержание несовершеннолетних от 11 до 16 лет и от 17 до 21 года. Объединение всех чурьев России в единую систему и создание в 1770-е годы главного чурьевного управления. Передача чурьями системы МВД в систему Министерства юстиции. Запрет кандалов, сверхтяжелых кандалов при этапировании. Отмена пешемаятникового способа конвоирования, который был основным способом конвоирования, замена его на конвоирование с использованием транспорта, вначале транспорта тяглового, потом транспорта речного, а затем транспорта железнодорожного. Что такое пешемаятниковый способ этапирования? Это человек идет из Питера, например, на Сахалин, его сопровождает конвой 100 километров, вот они прошли, например, за 4 дня 100 километров, идут они пешком, потом они помещаются в некий тюремный замок, там они находятся в транзитной камере, потом конвой, который их вел пешком, возвращается обратно, берет новую партию, приводит их. То есть если конвой, который должен вернуться обратно, маятниковым путем не вернулся, эти люди могут месяц, два месяца, полгода находиться в камере, где они должны были находиться несколько дней. Ну, средний срок этапирования из Петербурга на Сахалин составлял тысячи полтора года, полтора года люди шли. При этом срок не входил в срок заключения, хотя, надо сказать, что, да, кстати говоря, 8-часовый срок, 8-часовый рабочий день на каторге, это тоже достижение политического актуального общества. Сообщает еще вам, что впервые в России 8-часовый рабочий день был введен на каторге, когда еще рабочие работали по 12 часов, на каторге запрещено было работать более 8 часов. То есть еще достижение, конечно, грандиозное. Сказать, что все это было совершенно безоблачно, нельзя. В самых первых лет существования политического актуального общества соприсали внутренние конфликты. Ну, например, первый конфликт был связан с назначением нового президента. Однажды князь Голицын, ну, ни много ни мало как министр просвещения, член Государственного совета, приходит в свой офис и узнает, что его сняли с должности президента политического актуального общества, а без него назначили обер-полицей, обер-полицейсера Санкт-Петербурга. И тот потом в 15 лет углавлял это общество, и Голицын не смог дарить свое восстановление. Хотя общественные симпатии, господи Голицын, с чем он был связан, совершенно непонятно. Несколько же загадка он обсуждает с исследователями. Но вот обер-полицейсер, естественно, этот человек, со своим взглядом на вещи, да, он пришел со своим уголовным знанием. Ну, как тоже много полезного сделал. И вот эта дочка сделала первые книги для чтения заключенных. Она написала, ей был такой бесплатный тираж, 5000 рубляров, и во всей тюрьме была розная ее книжка для чтения, частично ее произведения, частично какие-то публикации, а просто не смог ее, к сожалению, найти в библиотеку. В библиотеке, хотя бы все интересно, было бы на книжку с вами. В СССР, это всего лишь 7 субъектов Чеченской Республики, Дагестан, Ингушетия и так далее. Количество учреждений и количество членов УНК, Ставропольский край, 11 учреждений УФСИН. Практически в каждом районе Чеченской Республики есть ИВС, спецприемник и так далее. Это еще 26. Количество 4 учреждения, количество членов УНК, 15. Карачао-Черкесская Республика, количество учреждений, одно сезон. Количество членов УНК, 10. А теперь возвращаемся к тому, что я говорил в самом начале. Большинство поездок и встреч проводят два члена УНК. Мы поднимаем вопрос, проводим серьезное мероприятие. Мы получили президентскую поддержку в виде гранта в прошлом году, с декабря. Реализуем проект «Месте мы Россия». Россия – страна равных возможностей. Называется проект. Мы поднимаем этот вопрос. Присутствующие люди, представители УФСИН, прокуратуры, Главного управления ВД России по субъекту, наши коллеги из других субъектов, все принимают резолюционное решение, что необходимо расширить количество членов УНК. Ну, опять же, географию. Я думаю, не каждый был на Старопольском крае. Отдельно приглашают хорошее место, где можно по горам полазать. Просто действительно отдохнуть. Иногда нужно отдыхать. Тем более членам УНК. Я не могу полазить. Для каждого своего. И вот здесь самое интересное, что у нас основная работа должна идти по ИК номер 6. Это одна исправительная колония, где находятся первоходы общего режима. И если здесь будет налажена правильная работа, правозащитная работа с родственниками, с людьми, которые там находятся, то у нас реальный шанс уменьшить рецидив, чтобы люди потом не попадали второй раз, чтобы человек чувствовал себя нужным обществом. Но есть проблема у этой колонии. Это, в первую очередь, отсутствие дороги к ней. Мы эту тему уже поднимаем больше в пяти лет. Ну, дорога есть направление. Там всего 32 километра. Проблема у нас одна из таких, которые люди обращаются. И второй момент. Ее удаленность от Старополя 380 километров в одну сторону. То есть достаточно проблематично реагировалось на жалобы, когда кто-то обращается, приехать своевременно. Как минимум из-за времени. Хотел бы обратить Ваше внимание на проблемы, которые у нас есть именно и по колониям, и по миграционному центру. Но в первый момент у нас есть такая коллизия по колониям. Когда человек попадает в нее без паспорта, без документа, он не может реально восстановить себе документы. Ему пишут отказ. Потому что он находится через суд. Суд ему отказывает, потому что он находится в местах лишения свободы. Он может восстановить, когда он выйдет из колонии, погасит судимость, а иногда это до 8 лет, а потом потест на паспорт. Трудоустроиться бывшему заключенному без паспорта. По-моему, это нереально. Человеку, не сидевшему с паспортом, сложно устроиться. И очень интересный момент, что человек, находясь в колонии без паспорта, он имеет право на медицинское обеспечение дополнительное. Он имеет право на трудоустройство. Потому что если его трудоустраивать, ему должны выписывать штраф как в системе УФСИН, так и ему лично. Ну и так далее. Вот такая проволочка у нас есть. Это очень серьезный момент. По Остропольскому краю количество общего, и примерно точно сейчас не скажу, около 100 человек будет таких людей минимум. У меня-то просьба большая, Артур Александрович, выявить, кто несет ответственность за эти нарушения. И это УФСИН, они плохо готовят документы, УФСИН не принимают. И нам направят... Суд отказывает. В установлении фактов проживания в России. В большинстве случаев это не нужно на уровне суда. В большинстве случаев, если он родился в России, и не принимал гражданство иностранного государства, на него распространяется установление 4П конституционного суда 1996 года. Органы УФСИ это знают, но в два раза об этом забывают. Поэтому здесь надо разбираться. Дайте нам обещание этой ситуации, разберем. Всегда дальше. Хорошо. Следующий момент – это цены, которые в так называемых ларьках. Ну, чтобы было понятно, когда обращали внимание, ну, берем за основу, допустим, магнит. Цены, которые в магазине вот этой ларьки, это монополизированные. Организация ГУП Калужский, которые цены завышают как хочет. Если эти цены брать с магнитом сравнивать, там, может быть, они не намного выше. Но в магните идет расчет, я условно беру магнит, я не рекламирую там любую другую сеть. Рассчитано на то, что у человека на свободе прожиточный минимум, допустим, по Страховскому краю, это 10 120 рублей. Но человек, который находится в колонии, у него зарплата иногда составляет 300 рублей. Необоснованно завышенная цена. Они для кого-то делают. Это идет явное разделение. У кого-то есть деньги, решают покупать. У кого-то нет. Местное у всех не влияет. Это ГУП Калужский. Причем, как они цены, откуда берут, они не говорят почему-то. Ну, опять же, кто вы такие с нами? Главный болезнь ГУП Калужский, это пень тюрьмы мороза. На том, что в рабочем порядке расскажет. Это очень интересный. Да, с которым сидит и встречал. Столкнулись с одной большой проблемой, но, опять же, благодаря тому, что мы эту проблему преподнесли, неудобный момент, ее должны сейчас порешать. Это детские люди, детского дома. То есть он собирает документы, ему 18 лет настаёт, он должен получить жилье, и его сажать в тюрьму. Он вылетает со своей очереди. Проблема в чем? Человек выходит из тюрьмы, у него некуда идти. Раз. Ему надо трудоустроиться, ему нужно помочь, а ему создаются условия, что дальше ты в этой тюрьме посидел, в ДДНКе, так называется у нас шестерка, первоходы, а теперь давай дальше продолжай свою карьеру. То есть, хоть их немного случаев, но они есть. Возвращаясь к пикану номер 6, первоходы, это родственники должны приехать, эмоционально поддержать этого человека. Очень много ребят, молодых ребят, с 90-го по 2000-й год рождения, ну, чтобы было понятно, вообще молодые ребята. Но основная статья, я думаю, какие у моих коллег везде, это 228, это основная статья. Ну, чтобы человек не продолжил свою карьеру, родственник должен приехать в нормальном состоянии, чтобы лишний раз администрация колонии вела себя нормально, поскольку они должны к человеческим подходить. А вот представьте, он без дороги едет, в каком состоянии приезжает родственник, приезжает этот сотрудник, который малейший повод, он уже раздражен. И мы на ровном месте создаем прецедент, а вот давайте проверим, а выдержит у него нервы или не выдержит. А как мать себя будет чувствовать? Мы кого наказываем, что-то не его поняли. Человек сидит за наказание, он выходит, он просто идет за человеком. А зачем мы еще родственники? Вот у нас есть эта проблема. Андрей Владимирович помогает, дай Бог ему терпение, здоровье, или, надеюсь, победим этот вопрос. Следующий момент. ИТР УДО. Старопольский край это один из первых по УДО ИТР. К моему сожалению, с конца, но тем не менее, все-таки и на первом. У нас пошла в этом году хорошая практика. Но в чем она хороша? Когда человек отказывает в УДО или ИТР, он дает обжалование и выигрывает. Ну, классно вроде бы. Ну, кроме того случая, что человек сидит за ДТП, два года отсидел, он подает УДО и ТР, ему отказывают, проходит еще 4 месяца пока почему-то вот занятый судов, ему остается сидеть месяц, ему раз и освободили по УДО. Ну, классно. Не, ну, все равно это хорошо. Даже на один день. Ну, есть это прецедент. То есть, у нас Трампольский край это хорошее, действительно хорошее. Одна из моментов, которые мне так же непонятны, но она у нас есть. Это СИЗУ-1, СИЗУ-2, у нас их всего два. Вы много говорили по Москве, я просто не владею информацией количественной. У вас, наверное, только из СИЗУ судят по вашему диалогу. Нет, нет, есть колонии тоже. 12 СИЗУ, 5 колоний. Два СИЗУ. Перелимит. Постоянный перелимит. Причем здесь вот момент, если брать несовершеннолетних, отдать должен вообще проблем нет. Все нормально. То есть, они находятся в большом помещении, всегда разные люди, мы проверяем. Без вопросов. здесь соблюдается по несовершеннолетних. По женщинам стараются, в первую очередь. По женщинам даже ни одной жалобы не было. А вот дальше перелимит. И они ничего не могут делать, потому что суды направляют. И одно, и второе. А дальше, ну нет такого момента, как, допустим, было там 5 лет назад, когда люди спали по очереди. Я в этом году в СИЗУ был, по-моему, четыре раза, в разных СИЗУ. Ну, вот такой жалобы ни разу не поступало. На питание, сколько мы проверяли, ну, я таких продуктов в городе не куплю, из которых им готовятся. То есть, в самой колонии выращиваются, это курица, она жирная, красивая. То есть, здесь, вот перелимит. Если как-то можно повлиять, чтобы суды не направляли, не знаю, пускай отпускают на свободу тогда люди. Ну, зачем им создавать вот эти условия, давление? Ну, и самая проблема, Галики, изучите опыт Умского СИЗО. В городе, где в СИЗО полторы тысячи человек, два всего СИЗО в области, два миллиона жителей, одно СИЗО на 30, на печатчик, другой СИЗО на полторы тысячи человек. По московским пропорциям в этом СИЗО должно сидеть 2100. А СИЗО примерно 2000. И 8 лет в этом СИЗО нет перелимита. Это не потому, что там хорошие суды и сознательные прокуроры, это потому, что начальник Омского СИЗО номер один полковник Жидовцов В.Слава Александрович, он разработал свои технологии борьбы с перелимитом, который включает себя вплоть до того, что его эмиссары приезжают на совещание с следователями, заставляют вставать с красными лицами тех следователей, которые по месяцу не приезжают, то есть для следователя это в судный день. У них подходит подведение итогов, при видео сидит за начале с СИЗО и говорит, а ну-ка, следует Ливанов, у вас там 3 человека, все вы делали, шляетесь, вот там у меня много тела, ну-ка, объясните, вот в этот день мы не приехали, мы вам там готовы. Они прямо штучно работают при помощи Омского ОНК. Это очень интересный опыт, больше людей этого нет. А может быть его со стороны тогда в Москве федерации? Я когда на коллеге в СИН выступал, я предложил Омский опыт изучить, они уже сейчас должны его обобщить, изучить, он действительно уникальный. Это при том, что там слабая ОНК, там ОНК такое полностью про шайберемейдж какое, но при этом вот в этом вопросе они помогают и они смогли добиться хорошего алгоритма. В общем, когда вот ЖДОвцов туда вступил, там ситуация была такая же, как у нас в Москве. То есть тоже перелинит, тоже трехъярусные камеры. Там все очень интересное СИЗО. Там мы приходим и там дубличная связь со всеми камерами. То есть он нажимает кнопочку, говорит, товарищи согрешенные, прибыл с этих сайтов президента Бабушкина-Маснюк, какие камеры навести. Камера 12, там Иванов, камера 18, Петров, камера 36, Сидоров. Все, мы за две минуты узнали, кто нас ждет и прошли по камерам их обходить общаться. Надо еще раз рекомендовать, чтобы они его изучили и дальше. Ну, посмотри, я в своем отчете сообщил, да, ты, пожалуйста. Не, наоборот, мне очень интересны эти моменты, которые касаются изначальности, я ничего не могу, ни один, ни второй. А там смог начать изменить. Вот хотел бы как раз по миграционному центру. Вот у нас ситуация, что он недавно перешел в систему полиции, и по миграционному центру люди содержатся более 7 месяцев. У нас история была, там 2 года человек содержался. Ну, в чем сложно все? Человек отсидел в колонии за свое преступление. Правильно, неправильно, он ответил за убийство, за кражу и так далее. Он свой срок отсидел. Он попадает в этот миграционный центр и сидит там месяц, два, три, четыре. В итоге, получается, ну, что за издевательство? Это иностранный гражданин. А, причина? Его признали нежелательным. Он в России нежелательный. Ну, обоснованно, момент. А дальше, например, Украина. Украина, вы еще, кого вы нам отдаете? Его не хотят. Я, нужно, не хватит на минуту? Да, вот это вот у нас момент, мы тоже проработаем. И дальше, когда с котелки Леони Юрьевны обратиться, а вот у нас представитель Стракутского края и Красного представителя. Выше сегодня с ним разговаривали, Зиденко, Николай Сергеевич. Знакомились с ним, Жень, ты знакомились? Да, не, наверное... Да, хорошо. Следующий момент по медицине, буквально, что касается, минусы. Говорите, что это первая причина. Я не буду здесь спорить, но нужно понимать, что некоторые люди специально совершили, А чтобы без очереди прийти в координационный центр и получить медицинское обеспечение бесплатно. В то время, когда если ты платно придешь даже получать, ты должен стоять в очередь, записаться, выслушать и так далее. А те тут еще и привезут сопровождение. Ну, в целом, конечно, да, то, что сейчас медицина у нас под храм, это особенно зубная технология, стоматология подсутствия в колониях, кое-как этот вопрос пытается решаться, но в основном по проценту, я думаю, и у вас такая же будет проблема, если возьмете, сколько реально было протезировано. Не в лечении, а протезирование. Это бы лечение, не вырывание, вот уже. Сломбирование хотя бы положено. Да, так, вам не все обслуживали. Это вот. А, слушайте, когда у меня вопрос, я просто тоже, я выступаю, на этот вопрос, на выплаты, есть ли у вас учреждения, надо ставить как плохие в вашем крае, но здесь ситуация ухудшается. Не по телу он плохой, но в планете динамикой. Учреждения с отрицательной динамикой. Учреждения с положительной, в Тавропольском крае, учреждения с положительной динамикой и необычной формы общества, но в контроле должно быть неизвестным. Ну, по-моему, коротко ответить. Положительная это ИК-11, Ставрополь, адрес ее город Ставрополь. Ну да, мы с нами живем. Вот, это с положительной динамикой. Да. С особым вниманием ИК-6 это первоходы, о чем я говорю, чтобы люди не совершали рецидив, уменьшить рецидив. Особое внимание ИК-7 это женская колония. Там отрицательную динамику или нет? Там-то, наверное, вроде везде положительная динамика, вроде бы, но внимание надо. Зеленокумск. Это не бывшего младенца? Нет. Давайте это работаем. Исправительный центр ИК-1 это вот сейчас место, которое было в детской колонии, у нас уже говорили, исправительный центр. Очень хорошая динамика, опыт. Но, опять же, мне непонятно, почему многим людей эта практика не реализуется. То есть, исправительный центр. Умер один. Да, его отремонтировали, и все он сделает. Так, и какие новые формы? Евгений Юрьевич, давайте потом пообщайтесь с Борис Львовичем, никто у вас его не украдет. Я вам гарантирую. Борис Львович, можно мне и попечительских организаций? Безусловно, это был некий прародитель общественного контроля, но в своем роде все-таки попечения и попечительские советы, которые и были в царской России, и в советское время, это не совсем общественно-контрольный орган. Безусловно, они нужны, они должны им. Все-таки, на мой взгляд, история общественного контроля в Российской Федерации все-таки берет начало с 2008 года. В полном смысле, именно как общественного, именно как общественного. Есть мое мнение, Андрей Владимирович, я не считаю, что оно довенирующее, потому что общественный совет, попечительская организация, они скорее помогали, они осуществляли поддержку, а речь идет о все-таки в большей степени уже в новейшее время пришедшем с западом именно общественный контроль, и здесь, на мой взгляд, именно позитивный опыт тех ОНК, которым хоть как-то дали работать, он все-таки должен браться во внимание, и общественный контроль должен продолжаться. Как отметить 200 лет со дня общественного контроля в России? Я считаю, что самый лучший подарок тем людям, которые занимались и занимались общественным контролем, я считаю, это некая ревизия законодательства об общественном контроле, или хотя бы какой-то совершенствованный механизм, сделать так, чтобы ряд правозащитников было возвращено в систему общественного контроля, из которой они выбыли. Значит, мы уже говорили и с вами, Андрей Владимирович, в отношении, все-таки передачи, может быть, данной функции с общественной палаты, скажем, Совета по правам человеческого при президенте Российской Федерации, аппарату полуобочного по правам человека для облегчения процедуры и отсутствия отказа людям по формальным принципам, и чтобы следующий состав, а это уже девятнадцатый год, чтобы все-таки правозащитники, поскольку срок пропустят и в Москве, и в Московской области, реально действующие активисты правозащитных организаций, сотрудники правозащитных организаций, которые реально занимаются правами человека в состав данных комиссий, безусловно, попали. В отношении помощи телевизора, холодильника, это, конечно, безусловно, нужно, но главная задача именно контроля, пресечения нарушения прав человека в местах принудительного содержания. Более того, данный институт нашел широкую поддержку. Так известный правозащитник Глеб Александрович Мономарев предложил по основу 76-го федерального закона сделать аналогичный закон по контролю с стационарными детскими учреждениями, детскими домами, школами, интернатами. Более того, насколько мне известно, закон прошел третье чтение, но потом завис. Вместе с тем была очень хорошая идея о создании общественного контроля в социальной сфере. Тут Евгений Юниев сказал в отношении общественного рекомендации запереминга в Антарктиде, да, а общественный контроль пойти по за местами принудительного содержания в область экологии, это тоже очень важная вещь. И развитие системы общественного контроля в России, дело в том, что за местами принудительного содержания в момент, как я сказал, катализировало общественный контроль в других отраслях. Но, к сожалению, как я считаю, он был свернут. В какой-то степени он был, можно сказать, убит. это связано с теми событиями, которые происходили в 2016-2017 году, когда ряд правозащитников не попало, а если попали, то в единичном количестве, поэтому при отсутствии пар у человека нет возможности. Поэтому мне бы хотелось сказать, что если будет как-то меняться 76-й федеральный закон, может быть, опять-таки, может быть, есть смысл, это было бы важно, допустить все-таки посещение одним человеком места привлекого содержания. Потому что я понимаю, что, конечно, как некоторые говорили, что это риск, это возможность, провокация, но тем не менее часто бывают случаи, когда один человек может помочь и решить какую-то проблему с нарушением прав человека. И хочу сказать, что те три года, которые мне довелось работать в общественной комиссии Московской области, показали, что в большинстве своих случаев три срока, я не знал, что у меня сроки не больше одного года были, один срок, два сроки, другие сроки по три года. Восемь лет, да. Показали, что общественная наблюдательная комиссия в местах принудительного содержания воспринимают правильно. Причем это касалось именно в первую очередь органов СИП. Вот еще в органах МГД возникали некоторые комиссии, то я уже молчу как раз в пограничном отряде встретили, когда меня спросили а вы в армии служили, я говорю, почему вы так вы собираетесь меня проверять. Он даже не понимал вообще, зачем мы пришли, что в органах пограничного надзора тоже могут нарушаться права человека при задержании, когда мы с вами где? Вдва лета. СОВ, Специально отведем к помещению. впервые мы с вами его посетили за историю ОНК, даже выяснили, что такое есть. Вот. Так хочется сказать, что начали правильно воспринимать. С одной стороны, не как какой-то карательный орган, а с другой стороны, и не как скажем просто общественные приехали, поговорили и разошлись. Именно стал получаться конструктивный разговор с руководителями подразделений учреждений системы исполнения наказания в Московской области. Хотя, конечно, возникали конфликтные ситуации, но тем не менее, мне бы хотелось тоже отметить седьмой следственный изолятор в Московской области в городе Егорьевске, шестой, вернее, пятый следственный изолятор в городе Кашире, и, конечно, первый следственный изолятор в городе Сергеев Посадик, где, как правило, всегда получался диалог, какую-то проблему удавалось решить, и вот начальник сел, обсудил, мы посмотрели так и так, все на следующий день там на заключенном перевели в другую камеру, или еще какой-то возник конфликт, вот, я помню я помню про легла это ну, все спасибо я с вами поспорил во-первых, если брать новейшую историю все-таки общественный контроль он явно существовал уже при работе наблюдательных комиссий 1990 года одну из которых возглавлял я садим Михайловичем волос кроме того можно сказать что, например, явным общественным контролем за тюрьмой было деятельство провозглашение оно состояло из двух элементов во-первых, на заключительстве от тюрьм общества были действительно возложены задачи равномором подключительности это распределение гуманитарной помощи это организация оказания медицинской помощи одно время птиц организовывало питание но там были явно моменты связаны с контрольными душами ну, например, до 1925 года заключенными имели право передавать тюрьму виной водку и именно проверки проведенные и до тогда не было очевидно что это плохо может наоборот хорошо понимаете но когда они проводили до 1925 года но проверки проведенные организации показали что это приводит убийством изнасилованием избегением конфликтом драком и они эмпирическим путем доказали что эти вещи делать не надо и то есть они, конечно осуждали несомненно контрольные функции и несомненно они действовали не в государстве а в общественном интересе а по слову первого общественного окно это очень интересный феномен они, например, были инициаторы Съездов, сотрудников этих подразделений, и это было именно действие гражданского общества, не государственное совещание. Поэтому они, несомненно, несли в себе функции общественного контроля, и эти функции на разных этапах были равноправными. Она не была подчиненной. Понятно, что любая скульптура она контролирует. Она дает вам помощь. Евгений Юрьевич, даже если она делала членом УНК, все равно она имела право контролировать другую помощь, что она передает. Это тоже форма общественного контроля. Ну, у них, конечно, функция гражданного контроля пришла. Так, коллеги, вот я маленький голос, у нас западут. Вот это просто. Я, например, три, как дракон, да, у нас трехглавый. Значит, общественная палата у нас участвует в создании, то есть УНК, да? Совет по правам человека, как правило, сопровождает всю деятельность общественного наблюдателя комиссии в лице Андрея Владимировича и его комиссии. И аппарат уполномоченного лишь подводит итоги. Потому что в законе там написано, что председатель УНК обязан по истечении года отчитаться. Так, так и так. И получается, что семь нянек, как говорится, и детям у нас без глаза. Потому что мы неоднократно говорим в рассылке УНК, да, о том, что нужно объединить усилия вот этих действительно гражданских институтов, которые должны, собственно, работать в одном направлении. А у нас этого пока еще, к сожалению, не получается. И в этом вопросе просто, я так считаю, должна быть добрая воля. Добрая воля руководителей вот этих трех основных общественных организаций. В том числе и организаций, в которых я работаю, государственные. И теперь к вопросу о функциональной деятельности, скажем, УНК и взаимодействии УНК с обратными полномочиями. Вот, я работаю в отделе защиты прав лиц, содержащихся в местах принудительного содержания, в местах лишения свободы. И одно время у меня появилось такое, как бы, желание, значит, посмотреть взаимодействие, наладить взаимодействие с представителями УНК, с председателями, во всяком случае, в первую очередь. И к какому результату я подхожу, я вам могу точно сказать, что, безусловно, на каждую поступившую жалобу у нас все строго по учету. То есть, ни одна жалоба не теряется. Если она зарегистрирована, то на нее должен быть соответствующий дать ответ. И мы отправляем запросы, ну, само собой, в контролирующие государственные органы, в органы прокуратуры, вышестоящие ли там в управлении, в СИН, соответствующие запросы, просим провести проверку, то-то, то-то, то-то. Так? И вот, как ноу-хау, но оно, правда, наверное, и без меня люди это делают, было такое, что я писал непосредственно к председателям УНК. И писал такую краткую, нам очень важно ваше мнение. Не мнение, которое поступит, скажем, из официальных органов, из органов прокуратуры, а мнение как общественно-независимой организации. Что вы можете сказать по поводу вот этой жалобы? Дело в том, что мы отправляем копии, оригиналы отправляем в прокуратуру, а копии я отправляю к председателю УНК. Какой вы думаете, какой вот результат вы задаете? В УНК Москвы ни разу не поступил ответ от председателя. Ни разу. То есть это реально игнорировано просто. А кто вы такие есть? Мы общественники, мы не можем, мы не имеем, вернее, мы имеем право вам не отвечать. Это действительно так и есть. Но, господа, давайте просто исходить из слова. Для чего вы стремились войти в эту общественную организацию? Для того, чтобы, как бы, помогать, соответственно, поставленным задачам. Господин Николаевич, должен вас расстроить? Ну, скорее всего, письмо до УНК вам по вопросу не нашло. Просто не нашло, да. Потому что вы писали по их официальному адресу общественная палата, а эта личная организация заявила им, что они отказывают. Это я знаю. Они отказывают принимать. И вот поэтому у меня есть даже такое конкретное предложение. А вы знаете, вот, может быть, все-таки единый электрон адрес для каждого УНК создать? Вот у нас там фамилии, там оптимы, там какие-то еще там всякие непонятные названия. УНК-77, собака.ру, например. И все. Нам будет четко ясно, что по этой почте будет отсылаться... Серьезно пытался сделать товарища Хищен, но остался не будет. Но, тем не менее... Может быть, почтовый адрес? Да, почтовый адрес единого образца. Не электронный, а почтовый. Хорошо, но может быть... Потому что из СИЗО нельзя послать электронное письмо. С этим я согласен. Я имею в виду, мы посылаем, мы посылаем, вот, я посылаю, например, на электронную почту для быстроты. Я сканирую документ, отправляю его, чтобы это... И посылают по почте. Да, есть у нас, на самом деле, есть ответственные люди, о хороших людях. Я скажу просто чуть позже. Но, тем не менее, которые пишут, отвечают и говорят о том, что да, спасибо, что вы нам указали. Вот мы едем туда-то, проверим, вам сообщим. Действительно, приходит хороший ответ иногда даже, хотя мы говорим вот в Тверской области, да. Но получилось так, что прокуратура ответила, провели проверку, ничего не обнаружено, то есть никаких нарушений, закон нет. Председатель НК присылает, что зашли в этот несчастный, злополучный ларет, посмотрели, что цены не соответствуют, зашли еще в одно место. Я тут же параллельно пишу опять прокурору ответ на запрос на основание ответа председателю НК. Скажет так, вот вы их проверили, а вот председатель НК из комиссии прошли, они вот установили вот такие-то факты. Вы знаете, какой результат хороший получился? Да, прокуратура опять, извините за слово, щелкнули на этом бонусе и просто пошли. Они действительно не установили, сказали, да, факты подтвердились. То есть в какой-то степени это редкий случай, я вам часто говорю, это редчайший случай, но тем не менее он имеет место. Имеет место и обратная ситуация. Например, председатель НК пишет, что все нормально, никаких вопросов нет. А прокурор, что есть в городской области, пишет, да, факты подтвердились, нарушения установлены. Тогда стоит вопрос, кто кого проверяет и как проверяет. И, само собой, я не хочу говорить о том, что мы все разные люди, кто-то идет, я даже не приветствую, например, как у нас в Челябинске есть товарищи, которые вот идти обязательно с конкретной целью, вот что-то найти, вот чему-то придраться. Это, ну, я думаю, это неконструктивно. Надо просто идти с чистой головой, просто смотреть и находить возможность реализации, вот, исправления ситуации. Если она у нас имеет место быть, то нужно находить, как это имеется, проместные вопросы, потому что не все сразу нельзя. Вот некоторые думают, я пришел, сказал, вот, указал, вот, убрать это и сделать это. Нет, конечно, здесь есть определенные объективные причины, что нельзя там чего-то устранить. Но, тем не менее, мы видим, что только при совместном взаимодействии мы можем в какой-то степени наладить вот эту работу. Я обычно говорю, что вода камень торчит. И, как правило, в работе с органами прокуратуры, например, как бы мы ни хотели там, мы ссылаемся на федеральный конституционный закон об уполномочении. Да, он высшей юридической силы имеет и так далее. Но действие-то оказывается на работниках прокуратуры, приказ генпрокуратуры номер 45. Там четко расписано, как работать с жалобами. Там четко написано о том, что пункт 6.1, например, с этой инструкции, о том, что жалобы считаются закрытой, если на нее даны аргументированные ответы на каждый поставленный вопрос. А значит, когда стоит задача такая, что в прокуратуру мы пишем такой-то осужденный, пожалуйста, на медицину, на ларех, на это, на это. И потом, добавочек, просим дать ответ в соответствии с пунктом 6.1 приказа 45 генпрокуратуры. И вот тогда-то они уже начинают говорить о том, что по этому вопрос такой ответ, по этому такой ответ, по этому такой ответ. То есть не получается в той знаменитой отписке. Проведена проверка, нарушение законов не установлено, все хорошо. То есть я думаю, вот есть какой-то некий механизм, который мы должны просто вместе, совместно использовать там, где дают положительный результат. Ну, а с другой стороны, могу только поклониться вот перед действительно такой титанической работой всех членов УНК, хотя среди них есть и неработающий и так далее, я имею в виду, а тех, кто заслуживает это, кто работает. Действительно, это кропотливый, сложный труд, и он должен быть оценен во всяком случае. Если не сверху, то от бога, да, то, собственно говоря, должен быть оценен и в той ситуации, когда мы говорим, что общественные палаты поднимают вопросы о том, что действительно ездить. Берем тот же самый Перовский край, в Нырок ехать, я туда ездил, ну вот что там, это 400 километров по бездорожью, там это неизвестно как. Это только в один конец, а там еще дальше есть колония и так далее, но вряд ли кто-то так будет ездить. И, само собой, я вот поддерживаю товарища со Ставропольского края, действительно, у нас где-то густо, а где-то густо. Вот, и не факт того, что вот именно там, где нужны люди, там вот Свердловские ребята предлагали вариант, они говорят, а у нас там вот 28 там учреждений, или там 46. И, безусловно, здесь уже ясно, что как здесь можно обеспечить контроль за всеми. Это должна быть какая-то мобильная, большая, серьезная рабочая группа соратников. А два человека все не объедут, это невозможно. И очень хороший опыт с того же самого Сростовского ОНК, например, там они сделали так, когда подбирали, они говорят, так, это Волгодонск, вот столько человек должно быть, это с Ростова, это с Новочеркасска. То есть, у них получается, как бы, группы уже распределены по всем регионам. Но если там где-то нужно проверить, там оперативно, он сразу звонит, ребята, сходите, проверьте то-то, то-то. То есть, не надо и тратиться на дороге, и вот эти лишние денежные средства. Но если есть возможность, то так и сделаем. Я думаю, это на будущее. Спасибо. Спасибо, Владимир, да, то же самое вам вопрос. Известны вам какие-то формы работы, которые вы можете указать, ну, кроме вот Ростовского ОНК, который вы приведете, я включу его в рекомендации. И второе, может ли вы назначить учреждения, что можно выделить лучшую и лучшую сторону? Вы знаете, я сейчас на самом деле не готов ответить на этот вопрос, но я просто могу сказать, что, кстати, по-моему, со Ставропольского края один раз пришел великолепный ответ от прокуратуры, где было сказано, что отмечены все нарушения, и банно-прачечный комплекс, и, значит, там, несоблюдение санитарных норм требований, и освещенность, и температура, и вода плохая. То есть, действительно, вот, или там в конфликт вошли, наверное, прокурор, или, собственно говоря, я был поражен ответом, что все было, вот все, по всем пунктам они установили нарушение. Конечно, если искать нарушение, можно найти в любой колонии, пойти... Нет, ну, мы сейчас не про это, мы знаем, что любая идея, все равно... Андрей Владимирович, честно, честно, я не могу сейчас сказать, это все субъективно, на самом деле, и поэтому... Нет, это тот, кто говорит, я просто... Понял. А опыт работы, говорит, может быть, форма работы важная? Ну, во-первых, тут вот поднялся вопрос о том, что, а как быть вот с теми людьми, которые не ходят, когда вот они шли туда, вот, ванька? Это есть основание, достаточно легкое, простое основание для того, чтобы от этого товарища избавиться, так называемый баланс. Спасибо, Владимир Владимирович, понятно. Так, пожалуйста, дорогие, я слову, я подколяю Валерий Показович, все, где у тебя Олегович сказал, что вы же сказали. Валерий Концович, это зависит за столик, подъеха, вручей, вручей. Потом применяют пытки, паяльники. Отдельно? Это Иркутск, город Иркутск. Препятствует адвокатам, посещение адвокатов, родственников и прочее. Кроме того, еще двоих обвиняют, обвинили двоих, чтобы один из них не стал давать лжепоказания, они его сделали так, что он, честно, не выходит из психушки. Вот, сейчас материал у меня поступил, обратились родственники. Я думаю, что с вашего позволения, Андрей Владимирович, я где-то числа 23-го вылечу в Иркутск. Потому что информация подтверждается средствами массовой информации. И даже сняли фильм про эти пытки в Иркутске. Вот, сейчас я хотел бы вот этот вот вопрос, как бы, с вашей помощью вылететь туда. Родственники готовы мне там оказать помощь. Все. И собрать материал дополнительно. Ну, а потом уже, как бы, вопрос. Просто для меня это вопиюще, что паяльники там, как бы, зубы стачивали. И все это, понимаете, доказывается документально. Медицина, эксперты доказывают. Препятствовали в колонии, чтобы даже эксперты, врачи, как бы, к ним не допускали. В общем, вопиющий факт. Я дополнительно соберу материалы и все и предоставлю вам. Все у меня больше пока нет. Спасибо большое. Если у меня есть просьба, то есть имейте в виду, что у нас совет поедет в Новосибирск, и, значит, в этом самом Новосибирске у нас будет создание совета. А я пытаюсь добиться того, чтобы у нас была неделя, ну, 10 дней общественного контроля в Сибирском федеральном округе. Он будет включать, значит, будут включать в себя, значит, такие, как мероприятия, как посещение трубы, посещение Красноярского края, трёхдневный семинар на Алтае, и, может быть, нам всё-таки удачно, вот это вот у нас запланировано, может, нам удастся перейти от такой вот точечного течения четырёх регионов, таких вот, дня общественного контроля в своё время мы два года назад, как вы знаете, помню, проводили на северном Канказе, и вот так, что можно, вы направьте нам достаточную информацию, и пускай правозащитники спишут, потому что Михаил Александрович Федотов, он, вначале, очень скептически возъявил мои предложения, поднял через полконфорию, потом, вроде, мне удалось его поколебать, и он сейчас в таком состоянии, что он пока не определился, поддержать это или нет, а пускай Сибирские правозащитники нам пишут, что они хотят, что мы уже отнимаем. У меня обзорная справка, я сниму копию, предоставлю вам, это наглядный материал будет. Да не меня, а, кстати, я, кстати, настройка. Родители, я, кстати, в последний раз выступающий, вот, действительно, Белых, руководитель Вайфьюз, вот, и жена Ниндзлаш, уважаемого, к сожалению, сидящего сегодня под фразой, друга Никиты Юрьевича Белых, вот, кто-то у нас после этих встречи будет выступать или нет? Нет, бывающих, да? Вот тогда я потом практику подведу, пожалуйста, пошло. Канал «Лайт Ньюз», я немножечко расскажу, как он образовался чуть позже, осуществляет информационную поддержку, в том числе заключенным, которые находятся в тяжелых условиях, зачастую несправедливых условиях, в том числе пострадавшим от неправомерных действий Следственного комитета. А мы знаем, что наши следственные органы работают не всегда корректно, в том числе от действий Генеральной прокуратуры, зачастую совместно с судом. Мы стараемся освещать резонансные дела, мы стараемся освещать нерезонансные дела. Нам пишут родственники, с нами общаются адвокаты. И я бы хотела попросить вас, если у вас есть материалы, тех же самых сутков, если мы можем, как журналисты, как журналисты, которые действительно верят в то, что они делают, верят, что что-то можно поправить, если придать этому огласку, пожалуйста, свяжитесь с нами. Андрей Владимирович, вам отдельная огромная благодарность. Я думаю, что СМИ в текущем состоянии не все потеряно у вас. У меня есть большое количество журналистов, адвокатов, которые присоединились к небольшой группе людей, занимавшейся освещением дела на его супругу. Сейчас нас много, сейчас нас гораздо больше. У нас есть в соцсети, у нас есть значительно хороший информационный ресурс, который может помочь отдельным людям. И если мы готовы сотрудничать, мы всегда будем участвовать. Спасибо вам еще раз. Спасибо большое, Григорий. Я думаю, что мы продолжим наше сотрудничество, как мы начали с Вайфьюз. Конечно, Григорий, это очень важно, чтобы все вещи могли при помощи. Мы понимаем, что не все ситуации надо придавать властности. Мы просто говорим, что сейчас мы идем и получаем информацию. Я вижу, что журналист у меня прямо тянется рука к Перу, чтобы написать. Но он прекрасно понимает. Сейчас он про это напишет. Это выйдет в личное пространство. Злодеи, которые должны быть схватены за одно место, насторожаться. И поймать как артиру, все не удастся. И теперь приходится пойти на голову, собственно, печень. И, как говорится, наоборот, идти на то, чтобы информацию максимально уменьшать количество людей, которые про это знают. Ну, взносите большинство, что все-таки, конечно, эти вещи, они должны придаваться в властности. Ну, или, по крайней мере, на том этапе, когда это уже не повредит оперативный разговор. Коллеги, я зафиксировал то, что вы сказали, прошло вас напомнить, где можно смс и ваше предложение. У меня есть результаты момента, которые я хотел бы предъявить рекомендации. Это опыт, необычный опыт различных ОНК, которые, может быть, поостребован. Это и правовой час, это и формирование по чередориальному признаку, чтобы каждая территория была представлена. Ну, там, нет возможно, по крайней мере. Второй момент – это учреждение с положительной динамики, надо ответить. Учреждение с отрицательной динамики. Через день еще чуть-чуть были названы, но я полностью с ними согласен. Пожалуйста, коллеги, из вас, Инна, есть информация, прошу ее направить, потому что у нас только Москва, Московская область и Саранковский край. Хотя бы, чтобы у нас было 4-5 регионов, на городе Мудонова могли бы сослаться. Теперь, коллеги, что я в наши рекомендации включаю? Это, чтобы СПЧ создал Оргкомитет по подготовке праздника 200-летия со дня общественного контроля уголовного и политической системы и награждать наиболее активных членов ОНК и общественных Советов Петеррованных УИЗ, грамотами СПЧ, храниликство Российской Федерации Советов, общественное пола, за общественные контрольные и субъективные и федеральные уже законодательные отменить ограничения на 3 срока для речи софта ОНК. То есть, вот такие небольшие достаточно рекомендации, ну, познать, чем вопрос, если что-то вам еще придет важное в голову, что нужно, надо... А, Георгий Владимирович, а в отношении того, чтобы разрешить посещение по одному человеку, члену ОНК? Георгий Владимирович, надо с этого вопрос задать проработки. Понимаете, тут есть и сиротики, и противники, давайте дальше это обсуждать. Я написал вещь, которая смотрит, что это является очевидным, и будет принято консенсусом. То есть, по крайней мере, я не думаю, что тут день будет возражать. А это, товарищи, тут есть плюс и минус. Я в свое время выступал за одиночное посещение. Ну, здесь мы понимаем, да, что... И, ну, знаете, члены общественных советов имеют право одиночное посещение. Но это при очень позитивном отношении, да. То есть, если бы я в одиночку ходил до того, как были созданы основания для общественного контроля в Москве, я не исключаю, что я бы очень недолго походил, понимаете. Ну, я бы делил судьбу Набиулина или чего-нибудь другого и моих коллег. Правда, только что. Но Набиулина всегда ходил по двое. Коллеги, Набиулина ходил по двое, но вы не забывайте, что в нужный момент...